Всем привет, друзья! С вами Тайлер. Давненько не выходил в эфир, не делал никаких обзоров, исправляюсь. Сегодня речь больше пойдет не о тактических моментах боя, а о текущей ситуации в игре, и о том, в какую сторону развивается, и что конкретно принесло нам обновление 6.8.1. Но не забудем представить команду противника, это русскоговорящий клан с платформой iOS. К сожалению, нет у меня информации, как давно он существует, но по меркам VR, клан довольно молодой, плохие ангары у ребят, хорошая активность на евросервере, перспективы есть. Но вернемся к текущему обновлению игры. Слухи о револансе хоков ходят уже давно, причем приводились совершенно разные цифры нерфа, как способности, так и скорости. Самая распространенная версия была это сокращение урона от способности по обычным ботам до 70%, и увеличение урона по титанам до 130%. На мой взгляд, это было бы вполне адекватным введением, да, он стал бы чуть менее эффективным в начале и в середине боя, но вполне оставался бы играбельным. Но это и обновый хок был просто похоронен. 50% урона способностью по обычным ботам, это очень низкий показатель. И дело даже не в том, что ему еще и убрали шарик щита при взлете посадки, это уже вторично. Главная проблема, ему больше нечего делать в воздухе. Уже сейчас топ-кланы максимально избавляются от хавков в ангарах, потому что они не могут ни маяк подержать, ни наносить достаточного урона по бочкам. Мне хавк как робот однозначно нравился. Да, задорого он доставался из ивента, еще труднее набивалась серы для их прокачки, но лазерная эра для меня была гораздо интереснее, чем эра 4-5 рован на ангар, и стояло по 10 человек в фазе на одном маяке. Сколько хок поиграл? Месяца 3. Кто задонатил, понятно. Обычные игроки даже не успели их не то что прокачать, даже собрать детали их не успели, а теперь же точно незачем. Разработчикам нужно пораньше определяться с оптимальными характеристиками для ботов, 3 месяца изучать статистику и наконец-то выяснить, что бот перекачанный, и конкурент для него по сути только он сам. Это просто смешно, и мягко скажем, непрофессионально. С первого дня было понятно, что это новая имба, но тогда оптимизацией ее характеристик пиксы не занимались. С уходом хавков, казалось бы, должны заиграть абсолютно все боты, и блицы, и лечи, и быстрые фантомы, но шелы практически не оставляют им шансов на маяке. Очень мощный щит, колонки, плюс постоянно отбрасывают волна. Пободаться против них на маяке могут по сути лишь старичок Falcon с правильным пилотом и дорогими чипами на дроне, ну или более новый Fenrir, естественно тоже с пилотом и дроном. Но это все равно не решение проблемы, потому что по сути против бочки должна выходить другая бочка. Поединок двух шелов по сути малоинтересен. Две матрешки тупо долбят колонками друг к другу в упор, потихоньку разбирая щиты. Побеждает тот, у кого мощнее чипы на дроне, только и всего. Сегодня топ бои — это давление в четыре маяка, шесть шелов со старта и постоянная ротация новых бочек на маяк. Титаны, по сути, уже не так важны, если получается оставить сопернику со старта только один маяк. Мне это время напоминает переход к кастрюлю на ланце. 4-5 энцелотов медленно, но верно двигались на рез противника, попутно забирая все маяки на своем пути. Сейчас почти то же самое, только скорость выросла раза в два-три. Еще один бот, который был практически у каждого в ангаре, — это Найтингейл, в русском переводе соловей. Его почему-то чаще называют комаром, хотя совершенно непонятно, как неверный перевод может так плотно прижиться. И этого бота обново сожралась потрохами. Единственным его уделом было удержание маяка за счет очень длинной способности. Но пиксы решили, что это непорядок, и подняли высоту его полета так, что теперь он пролетает мимо маяков без всякого шанса захватить их. Полетом это тоже можно назвать с натяжкой, подрезали ему скорость примерно на процентах на 30, отчего на старте он стал абсолютно бесполезен. Меньше досталось Скорпиона. Он еще в состоянии напакостить, но с уходом хоков из игры прыгать ему больше особенно-то и не на кого. Возможно, я ошибаюсь, поправьтесь и не прав, но ни один из роботов этой тройки до сих пор недоступен в мастерской. Но теперь-то их туда, конечно же, добавят. Самое время, как говорится, порезать их в хлам, а потом преподнести появление их в мастерской как великий подвиг. Мол, собирайте бесплатно, пользуйтесь. Для меня непонятно, почему нельзя сделать доступность актуальных мехов для простых игроков. Пусть останется ниша для обеспеченных, которые могут позволить себе покупать все ништяки сразу после появления, но обычным игрокам это совершенно недоступно без вливаний. Можно ведь добавить этих роботов в мастерскую после релиза, или давать по некоторому их количеству в деталях в ежедневных заданиях. Собрать таким образом робота моментально, конечно, не получится, но дать людям возможность своим упорством и активностью в игре, получить мету в ангар до того, как ее уничтожим нерфом, это было бы здравым решением и пошло бы на пользу и подбору, и желанию людей играть и добиваться чего-то. Были же раньше при дашботах своевременные ивенты с достойными призами. Все формили эти задания на булку и кумиха несколько дней как проклятые, а там и шоки давали в этом ивенте. Все по итогу получали в ангар имбу и были довольны. Сейчас такой подход даже не маячит на горизонте. Нам толкаются в венто откровенным хлам, который свое отжил. Недавно разыгрывали гасты, у которых нет урона уже, наверное, как года полтора. И раздавали автомайзеры. Для чего? Чтобы через несколько недель понерфить всю линейку энергетических пушек? Аналогичная ситуация с последним ивентом на тему Сирио Сэма, где можно было выиграть пилота на хавк для нуклеонов и квакеров. А кто-то же его, наверное, выиграл и прокачал, чтобы теперь убрать вместе с хавком в дальний угол. Короче, игра однозначно развивается. В плане роботов и смены тактики, но пропасть между обычными игроками и топ-донатными кланами только растет. А ведь среди недонатных игроков полно скилловых, которые просто не могут раскрыть свой потенциал, играя на том, что пиксы предлагают за бесплатно. А будь у них возможной своими силами и стараниями, пусть даже задротством, получить одного-двух шеллов в ангар именно сейчас, игра в целом от этого только выиграет. Появится и конкуренция, и онлайн. Смотрел недавно стрим с участием Товслы. Что сказать? Парни в розовых очках. Кругом успех, прорыв, сумасшедшие перспективы. Хотя они открыто признают, что диалога с руссектором отродясь и не было. И все ориентиры идут на Азию, как на основной источник дохода. Вот поэтому наши проблемы, просьбы, пожелания остаются не то, что нерассмотренными, а даже неуслышанными. После всего сказанного на стриме, у меня создалось впечатление, что пиксы в свою игру вообще не играют. Иначе как еще можно объяснить одни и те же проблемы, которые остаются в игре годами, и никакая обнова с кучей оптимизации им не помеха. Вот в принципе и все, что я хотел высказать относительно крайней обновы, друзья. Буду рад ответить на ваши вопросы и продолжить диалог в комментариях. Огромное спасибо команде Тима за этот бой. Это, к слову, один из немногих кланов, регулярно играющих на Европе в прайм-тайме в гонку. Успехов парням, терпения и желания. В заключении хочу добавить, что я от всей души поддерживаю желания и старания наших ру-ютюберов что-то изменить к лучшему для игроков ВР. Лежать на диване и монотонно критиковать и ныть это может каждый. А предложить что-то конкретное, донести это до разработчиков и добиться, чтобы это приняли, большая и трудная задача. Успехов вам, парни! С вами был Тайлер. Здоровья и до новых встреч!